Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Почти год назад вот в этом ролике я показывал вам совершенно офигительный способ подвяливать утиную грудку. На канале на сегодняшний день больше 50 тысяч подписчиков, а этот ролик посмотрели всего 12 тысяч. То есть 80% из вас так и не попробовали это совершенно невообразимо восхитительное блюдо. Вы не представляете, какого удовольствия себя лишаете. Так вот, ролик вышел примерно год назад, а буквально на днях супруга обедала в одном ресторанчике, и там ей подали салат с такой вот как раз вяленой грудкой. От этого сочетания, а в особенности от соуса, ну от заправки к этому салату, она была без ума и практически в приказном порядке потребовала меня сегодня снять вот этот выпуск. Подчиняюсь, как старый подкаблучник. Подробные подробности и историю рецепта я рассказывал вам еще в первом выпуске, поэтому в сегодняшнем все будет факультативно. Дроблю черный перец. Не надо его в пыль разбивать и не надо использовать уже молотый. В нем горечь есть, а аромата нет. Лишнее сало с краев надо срезать и не выбрасывать. Утиное сало и утиная же шкурка – отличнейшая заготовка для татарских хачпачмаков. Вот вам показывал совсем недавно. И татарского бляша. Вот в этом ролике тоже видели. Льняное полотенце и слой соли. Примерно в сантиметр. Соль надо использовать крупную. Действительно крупную. Вот обязательно найдется какой-нибудь кулинар, который использует мелкую, а потом начнет жаловаться, что у него все пересолено. Посыпаю перцем и грудку сюда. Когда я говорю крупная соль, я имею в виду не ту на пачке, в которой написано крупная, а ту кристаллы, которые действительно крупные. Если она мелкая, то она от поясного сока быстро растворяется и очень быстро, чрезмерно пересаливает поверхностный слой мяса. А вовнутрь все равно не успевает пройти. А если кристаллы крупные, тогда она растворяется очень медленно. И за сутки-двое, за которые просаливается это мясо, не успевает поверхностный слой чудовищно пересолиться. Так, тут опять перец и соль сверху. И можно аккуратно замотать. Вообще говоря, вот этот момент насчет крупности соли, на мой взгляд, совершенно очевидный. Однако, как показывает практика, совершенно не для всех. Поэтому соберетесь готовить такую утиную грудку, купите крупную соль, а потом еще и просеете ее, на всякий случай, через мелкое сито. Мелкую отделите, а крупные кристаллики оставьте как раз-таки для использования. Отлично. Вот в таком виде грудка у меня будет просаливаться сутки. Ну, это на завтра пойдет. А вот эту я засолил таким макаром вчера, и мы ее съедим сегодня. Полотенце очень важно, потому что через полотенце уходит влага. Смотрите, что тут у нас. Красота. Видите цвет мяса? Сейчас этот кусочек надо сполоснуть, чтобы смыть соль с поверхности. Вот так. И надо обсушить. Например, бумажными полотенцами. Хорошо обсушить. И опять посыпать свежемолотым черным перцем. Вот так. Со всех сторон. Отлично. Ну, я уже почти готов к сборке салата. Но только почти. Потому что надо подготовить апельсинчик. А подготовить его надо так. Срезать безжалостно всю шкурку до самого мяса. Я родился... Настало время теплых ламповых историй. Так вот. Я родился в маленьком поселочке. В татарии. Да-да. В татарии. Когда я родился, она все еще была татарией. Даже газеты такие выходили. Советская татария. Красная татария. Так вот. И видел апельсины. Всего, может быть... Пока не вырос, конечно. Раз в пять в жизни. Когда папа ездил в командировку в Москву и привозил штучек по десять. Представляете, какое это было для меня лакомство. Если бы в то время мне кто-нибудь предложил вот так вот почистить апельсин, я бы его, наверное, порвал за кощунство. Хватит уже ламповости. Давайте собирать. Сначала листовой салат с нитратами. Кстати, вы знаете, что в 100 граммах вот такого листового салата или петрушки нитратов раз в пять больше, чем в 100 граммах клубасы. Грудку нарезать надо потоньше. Вы, конечно, скажете, поэкономнее, но нет. Нет, все-таки не удержусь. Совершенно волшебное мясо. Очень нежное, как кусочек масла. Солененькое. Острый перец. Ой, сказка. Грудку сюда. Вот так вот. Отлично. А теперь несколько томатов черри. У меня двух сортов. Только не думайте, что вот эти вот зеленые не дозрели. Отличные созревшие томаты. Это вообще один из моих любимых сортов. Помидорки вот сюда разложу. Ну вот, как-то так. Наверное. Теперь сыр. Вот с ним самый сложный момент. К сожалению, жена в ресторане не сообразила спросить, какой именно они там использовали. Поэтому мы купили тот, который по предположениям, по нашим, там и был. Это должен быть мягкий, не очень соленый. Ну, не такой соленый, как фета, например. Я предлагаю вам поэкспериментировать самим. Что вам понравится? А теперь самый главный ингредиент. Эту красоту надо заправить. Соус винегрет. Но в качестве подкислителя в нем будет использован не стандартный винегар, уксус, а апельсиновый сок. Ну, вы знаете, я вам рассказывал про соус винегрет вот в этом выпуске. Там, кстати, тоже салаты. И если интересно, то щелкайте и посмотрите. Тут все просто. Две полных чайных ложки с горкой французской горчицы. Кисло-сладкой с зернами. Горчица в нем выступит не только в качестве специи и подкислителя, но и в качестве эмульгатора. Естественно, оливковое масло, причем сразу два разных. Это у меня холодного отжима, не рафинированное. А вот это рафинированное. Если соус готовить только на экстра-верджин, то он будет ощутимо горчить. Но совсем без этой горчинки здесь не обойтись, конечно. Поэтому у меня соотношение такое. 25% экстра-верджин и 75% рафинированное, тоже оливковое. И подкислитель. Хотя для наших испанских апельсинов правильнее сказать подсластитель. Апельсиновый сок. Ну, для начала примерно столовая ложка. Соль, перец не добавляю. Хватит того, что есть горчица. И немного работаю блендером. Обратите внимание, крыльчатку от дна не отрываю. Так быстрее, так проще взбивается. Можно, конечно, все и венчиком взбить. Но блендером гораздо быстрее. Да и удобнее. Вот так. Надо пробовать. Отлично. Вот именно на этом этапе можно довести соус до вкуса. До вашего вкуса. В моем случае у нас здесь вот эта французская горчица с зернами. Скорее кислая, чем острая. Поэтому, когда я размолон зернышки, добавилась остроты. Но кислота никуда не делалась. И поэтому именно наши испанские очень сладкие апельсины здесь вообще к тему. Соус классный. Попробуйте. Не только к этому салату. Он, в принципе, в качестве заправки к любым овощным салатам добесно. Аккуратно заправлю салатик. Хотя, какой-то так аккуратно. Вот и все. Блюдо не просто ресторанного уровня, а, пожалуй, что достойно ресторана с несколькими звездами Мишлен. Как думаете, пробовать надо? А вот и не буду. Съем все за кадром. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok